Количество больных корей в Алтайском крае растет. На прошлой неделе речь шла сначала о трех, а затем уже о восьми зараженных. Насколько велика вероятность распространения этой болезни и как избежать заболевания? Об этом спросим сегодня Ирину Переладову, заведующую отделением профилактики инфекционных болезней Алтайского краевого центра медицинской профилактики. Здравствуйте. Здравствуйте. На сегодняшний день какие данные по больным корею в Алтайском крае? На самом деле у вас цифры истинные, они верные. Пока на сегодняшний день мы имеем лабораторно подтвержденные 8 случаев заболевания корею. Поэтому говорить о том, что где-то есть, где-то будет или не будет корею, однозначно, как заболевание инфекционное, оно проводится только при лабораторном подтверждении. Мы сегодня это количество пациентов имеем с подтвержденным лабораторным диагнозом. 8 человек. Сообщалось, что вот два случая, это привезенные из столицы России, а все остальные, получается, уже от них заболели, заразились? К сожалению, да. Корею на ровном месте, на пустом месте, она не возникает просто так. То есть должен быть источник инфекции. На самом деле Федеральная служба Роспотребнадзора, Министерство здравоохранения Алтайского края с ноября месяца 2018 года открыто говорят о том, что у нас в Российской Федерации возникают в той или иной территории именно случаи заболевания источники инфекции, которые приезжают из других территорий, сопредельных с Российской Федерацией. В данной ситуации это возникло в том числе и в городе Москве. Откуда она там, эта коре, взялась? В Москву едут люди, которые работают вахтовым методом. Есть люди, которые приезжают из сопредельных государств на какие-то конгрессы, совещания и так далее. К сожалению, нас не избежала эта судьба и участь. И мы тоже поимели два завозных случая заболевания корею, которые как раз не связаны были между собой, но находились примерно в одно и то же время, во второй декаде февраля в городе Москве. В одном случае это была ситуация, связанная с работой на вахте, а второй случай, это тоже один из заболевших у нас был на совещании, видимо, вероятно, общался с кем-то с источниками инфекции. На самом деле, на сегодняшний день корь действительно имеет место быть. И у нас болеют люди, в том числе имеющие прививки, причем две прививки. Но возраст этих людей, получивших прививки против кори, достаточно взрослый уже. У нас болеют 42, 48, 54 года. То есть тогда, когда либо по национальному календарю мы ставили только одну прививочку, либо после двух прививочек уже прошло более 20 лет. И получается так, что, видимо, прививочный, поствакцинальный иммунитет имеет место снижаться, и при контакте с источником инфекции у нас есть заболевшие люди. То есть получается, что прививка не дает стопроцентной гарантии? Или у нее просто есть срок годности? Правильно я поняла? Да. Гарантию вообще стопроцентную у нас даже банки не дают с вами, не говоря уже про вакцины. Что мы имеем у лиц, какую заболеваемость у лиц, которые ранее были привиты? Во-первых, они очень легко переносят это заболевание. Как правило, это не вызывает именно каких-то осложнений. Было бы хуже, если бы взрослые люди, которые не были ранее привиты. Те, кто переболел, они не болеют. Корью создается достаточно стойкий, напряженный, длительный, практически пожизненный иммунитет. Те лица, которые имели только прививочку, да, они вот по прошествии 20-30 и более лет после прививки, да, есть такая ситуация, мы это видим в жизни, могут заболеть легкой формой корью. Мы не имеем осложнений, достаточно быстро люди выходят из острого периода, тогда, когда идет период высыпаний, и в принципе нету никаких осложнений. Как проявляется эта болезнь? Корь – это такое заболевание, которое мы, одно из заболеваний, которое инфекционисты, эпидемиологи, вообще в принципе все клиницисты относят к такой категории болезней, которая называется экзантемная. Экзантема – сыпь, то есть болезнь, проявляющаяся сыпью. И мы с вами знаем несколько таких заболеваний, которые у нас протекают с сыпью. Это и скарлатина, это и менингококковая инфекция, это и ветряная оспа, это и корь, это и краснуха и так далее. Поэтому действительно, наверное, нужно знать нам первые клинические проявления, но они, как правило, характерны для всех этих заболеваний. Это и недомогание, это и слабость, это и температура. Перед высыпаниями она, как правило, при всех болезнях достигает 38 и выше градусов. Это проявления катаральные, и у кори достаточно характерно тогда, когда возникает склерид, конъюнктивит, то есть подсоединяются вот эти клинические симптомы. Мы с вами только пережили большой подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, и на сегодняшний день еще достаточно много регистрируем, хотя уже заболеваемость ОРВИ и гриппом чуть ниже эпидемических порогов. Но тем не менее, люди болеют, люди обращаются, и при отсутствии сыпи или какого-то явного контакта, когда пациент говорит, так как наши пациенты сказали, что они были, один из самых первых пациентов, он был в Москве, он сказал, что он был в очаге кори, и достаточно такой серьезный молодой человек, который очень быстро нам рассказал вот начало и где он был, и мы сразу начали предпринимать серьезные мероприятия. Поэтому если сыпи нет, и человек, заболевший, не говорит о контакте с коревым больным, установить диагноз не технически, не теоретически невозможно вообще никак. И поэтому, когда он обращается к любому медицинскому работнику, будь то доктор, будь то доктор-инфекционист, участковый врач ли, участковый врач, педиатр ли будет ли, при отсутствии сыпи, естественно, поставят диагноз УРВИ, УРВИ, естественно, пока не дождемся сыпи. Как только начинает появляться сыпь, мы сразу понимаем по характеру сыпи, они у нас всегда отличаются, у скарлатины своя сыпь, у ветрянки своя сыпь, у менингококковой инфекции своя сыпь. И сказать о том, что сегодня каждый человек может по характеру сыпи поставить предварительный себе диагноз, это неправильно. Не надо сегодня звонить соседской бабушке, у которой когда-то ребенок там чем-то болел, или своей маме, которая тоже когда-то видела какую-то сыпь. Нужно вызвать врача на себя. Не надо ходить в поликлинику, не надо идти никуда, не в частные кабинеты. Мы столкнулись с такой ситуацией, что не хотят наши жители идти в государственную поликлинику. Наверное, какая-то логика в этом есть. Я приду в частный медицинский центр, меня быстро примут, я заплачу деньги, и мне быстро поставят диагноз. Что плохо? Медицинские центры ни один не предназначены для работы с инфекционными больными. Поэтому все те, кто находятся в медицинском центре, они становятся угрожаемыми для развития заболевания. Что сейчас делают врачи, чтобы вот этой ситуации не было? Чтобы вспышки коря не произошло на территории края? И вообще можно вспышкой уже сегодняшнюю историю назвать? Ну, вообще правильнее, если использовать медицинский сленг, правильный сленг, надо говорить о групповой заболеваемости. Тогда, когда она возникает в один инкубационный период. Поэтому мы сегодня с вами имеем 8 случаев. Это ровно столько же, сколько у нас с вами было в прошлом году. В 2015 году у нас было чуть больше 100 случаев. И вся ситуация связана с одним и тем же. Первый случай – это завозные. Единственной мерой, которая может и поможет предотвратить дальнейшее распространение заболевания, многие жители не только города, но и Алтайского края уже столкнулись с этим. Когда мы поднимаем у всех людей прививочный анамнез, единственная мера профилактики, которая может остановить распространение – это только вовремя поставленная прививочка. Мы делаем ее по эпид-показаниям, но тоже в определенные сроки. Если мы видим, что начинает регистрироваться 3, 5, 7 случаев, мы независимо от территории начинаем поднимать все прививки у населения нашего Алтайского края. И так случилось, наверное, это обосновано. Руководителем Федеральной службы Роспотребнадзора подготовлено и запущено в работу уже постановление номер 2 о проведении дополнительной иммунизации против кори всех тех лиц, которые не попали в плановую иммунизацию 2019 года. На сегодняшний день у нас два мероприятия идут параллельно. То есть мы работаем с пациентами, которые у нас на сегодняшний день являются заболевшими, отрабатываем их контакты, поднимаем все прививочные сертификаты, всю схему прививок. И если кто-то не имеет две прививочки, а сегодня каждый человек до 35 лет обязан иметь две прививочки, люди, которые относятся к группам риска, это кто? Это люди, которые работают в образовании, они до 55 лет обязаны иметь две прививки. Поэтому если кто-то получил одну прививочку даже в детстве, или, например, по тем показаниям, которые были в 2015 году, или, например, в 2018 году, мы ставим обязательно вторую. Мы стараемся работать с населением, чтобы нас поняли, чтобы нас услышали, и мы постарались предотвратить дальнейшее распространение этого заболевания. Спасибо за эту полезную беседу, ну и за то, что нашли время и встретились с нами. Спасибо.